Соединение деталей. У нас есть 24 квадратика, 12 и 12. И сейчас вы видите схему сборки. Разложите все квадратики согласно этой схеме на полу, на диване, на какой-то ровной поверхности, где никто не будет мешать и не собьет разложенные детали. Потому что соединять их надо, когда они лежат. Мы не будем путаться, мы не будем соединять выуживая из кипы одинаковых заготовок по две штучки и соединять. Мы их раскладываем, оцениваем. Нам все нравится, мы нигде не ошиблись. И после этого мы берем по две детальки и парно их соединяем. Итак, раскладываем на ровной поверхности схему белой вороны. Берем ряд. Будем соединять по четыре штучки. Самое простое это соединить раз, два, три соединения, следующую линию, следующую, а потом их соединить оптом. Для этого соединяем каждый квадратик по отдельности. Возьмите булавки. И для того, чтобы не путаться, у нас есть, смотрите, ряд открытых петель, он соединяется с торцом детали. Поэтому вот эти открытые петли нам нужны для того, чтобы мы надели их на деталь. Соединять будем лицом внутрь, изнанка пойдет к изнанке. Поэтому накладываем деталь на деталь, одну чуть ниже другой. Вот так вот наложили, булавку скололи. Теперь я надеваю на иглы машины открытые петли. Деталь висит на иголочке, вот так вот под машинкой. И я точно знаю, что надела эти петли, надела эти протяжки и прекрасно соединяю. То же самое делаю со второй частью. Беру вторую булавку. Сложила. Итак, я соединяю две детали, вот так вот. После этого соединяю третью. Вот точно таким же способом. Вот сюда приколол булавку, либо я уже вижу, что поперечная с долевой. И достаточно один раз вот так посмотреть. Самое главное не сбить рисунок. Доль поперек, то есть открытые петли и торец соединяются каждый раз. То есть цвет переходит в цвет. Идем на вязальную машину и надеваем первую деталь лицом к себе на расчетное количество игл. А расчетное количество игл это то, на котором мы вязали. Вот сколько петель, столько игл. Первая деталь надета. Уже все в порядке. Можно убрать брусовую нить, чтобы она не мешала. Все. Берем вторую деталь и надеваем. Протяжки. Поменьше. Раз. С одной стороны. Я надеваю петельку для того, чтобы избежать дырочек в месте соединения. У меня четыре детали в одном месте будут соединяться. И я могу эти все четыре петли соединить в одну точку. Тогда у меня точно детали не разойдутся. И равномерно распределяйте детальку за протяжки. Можете за петельный столбик, как вам нравится. Самое главное, чтобы не было нигде перетянуто. Все должно быть ровно. И постарайтесь сделать так, что если вы берете протяжку, то по всему ряду брали только протяжку. Не столбики. Где столбик, где протяжку, где много. Где густо, где пусто. Вот этот вариант будет некрасив. Он будет виден особенно на светлой пряже. Протяжек может хватать не каждой игле. И не надо. Можете надеть на две иглы. То есть самое главное, чтобы основное полотно было надето на иглы максимально. Нигде дырок нет. Все. Теперь соединять будем тем цветом, который преобладает на данных деталях. Это данный момент. Темный цвет. Вот им и соединяем. Могу даже взять какой-нибудь хвост, подсоединиться к нему. Меньше будет убирать хвостиков. Закрываем язычки. И просто закрываете, соединяете. Смотрите. Можно соединять, если вы знаете рыхлые способы, такие растяжимые, соединять. Например, объемной косичкой. Можно иглой сшить. Как вам нравится. На самом деле, соединяете тем способом, который вам понятен, приятен, доступен. И наиболее быстро у вас получается. Потому что швов много. Экономим время, силы. Самый простой, это самая обычная косичка. Но старайтесь делать так, чтобы она не была затянутой. И в то же время, чтобы она не была очень рыхлая. Потому что на рыхлой косичке у вас будет расходиться полотно. На очень тугой косичке, особенно это касается машин без колков. Здесь у меня колки придерживают и как-то фиксируют полотно. Если машина без колков, по неопытности можно сильно стянуть. И у вас будут вот такие вот мешки и рыхлости. Поэтому в данном случае лучше рыхло, чем туго. Старайтесь сделать петли одного размера. Дошли до соединения. Потом узелочек можно просто убрать в шов. Зато мы избежали двух хвостов. Один уже убрали, второй не завели. От того, чтобы мы начали соединять полотно. Мы могли взять хвостик, ниточку со стороны. Мы воспользовались той, которая уже была. Оставлять увеличенные хвостики с каждой стороны я не стала. Потому что неизвестно, какой нитью мы будем пользоваться. Потом эти части отрезать, сбрасывать. Лучше так. Соединили. Получилось вот такой вот эффект. Эту деталь откладываем. Берем следующую. И потом соединяем их между собой. Получается ряд из четырех собранных деталей. После того, как вы соберете все ряды, вы можете надеть их на 160 игл, 80-80 и соединить. Но учтите, там, где у нас серый цвет преобладает, соединяем с серым. Там, где черный, черный. Там, где белый, белым. То есть, если вы будете попадать в цвет в цвет, у вас не будет видно места соединения. Видите, вот растягиваем все равно. Тут место где-то есть. Мы проведем влажно-тепловую обработку. И вот совершенно однородное полотно. С непонятным узором. Откуда идет узор и куда он девается. Поэтому постарайтесь соблюдать цветность при соединении. И соединяйте все детали между собой. Вот как и разложили. Можете собирать каждый квадратик по отдельности. Можете, вот как я буду, четыре. И четыре четверками общий ряд соединила. Вот так же, надев на 160 игл, четыре части и соединили. Если у вас детали большие, конечно, смотрите сами, какое количество полотен вы можете одновременно надевать на машинку. И таким образом мы с вами соединяем весь плед. После того, как собрали все квадратики, рисунок вас устраивает, качество сборки тоже, можно оформить краешки полотна, кантики. Можно спицами, можно крючком. Я буду делать планочки. Планочки, причем красного цвета. Отделочными полосками у нас были красные. Красные будут бортики, планки. Планочка небольшая, чтобы только оформить края, чтобы они были ровненькие и аккуратные. И заодно иметь возможность убрать торчащие узлы, которые у нас находятся по краю полотна. Выбираем количество, выбираем пряжу, выбираем количество рядов, которые будем провязывать. Я провяжу планку совсем небольшую. 10 рядов. Это планочка на 5 рядов. Кантик небольшой. Ставлю иглы немножко вперед, чтобы полотно не слетело в процессе формирования планки. И выполняю обратный обгиб. Риски. Мы видим разделение. Вот эти вот протяжки. Их надеваю на иголки. По всему полотну. Таким образом формируется планочка. И потом мы ее просто закроем той же косичкой, которую выполняли соединение деталей. Обычная косичка, обычное соединение. Вы можете соединять таким способом, который вам понятен, приятен, привычен. Мы соединили петли и протяжки и просто закрываем косичкой рыхленькой, чтобы не стягивать полотно. Таким образом мы с вами выполняем обратный подгиб обрамления пледа. Вязать можно частями, потому что маленькая узкая часть у нас проходит в машинку. Широкая часть будет выполняться точно так же, только в два приема. Потом между двумя полосочками мы их просто соединим, сошьем иглой. И таким образом мы получим целиковую планку вокруг всего изделия. Не забудьте, что по краю у нас, видите, с одной стороны образуется планочка. Поэтому, когда я буду надевать боковую часть, я надену по 40 игл и плюс еще три иголочки у меня пойдут на планку. То есть для того, чтобы вышел четкий квадратик. Не забудьте учесть величину планки, которая у нас увеличит бок плотна. И таким образом мы обвяжем вокруг плед, получим окантовку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...